«Сохрани мою любовь» поёт на родном татарском языке Зульфия Арсланова. Ещё четыре года назад она выступала на свадьбах и корпоративах. Теперь её зрители заключённые 15-й женской колонии. Превышение должностных полномочий и, как итог, пять с половиной лет лишения свободы. Шок, страх и, наконец, смирение со своей участью. Говорит, свои ошибки осознала. В январе мечтает освободиться досрочно. Выходя на волю, у меня, ну, конечно, я в первую очередь поеду к детям, к маме. Но, что скажу ещё, они меня ждут. У меня есть уже внук очень прекраснейший, для которого можно всё стараться, всё забыть. В 15-й колонии 560 заключённых. Больше половины оказались здесь за хранение и распространение наркотиков. Строгого режима для женщин законодательство России не предусматривает. В заведении есть библиотека, клуб, а вскоре в одном из корпусов разместится реабилитационный центр, где осуждённые смогут стирать, гладить и даже следить за модой. На первый взгляд, эта комната больше похожа на палату в детском оздоровительном лагере, чем на камеру для заключённых. Посмотрите, здесь есть шкафы, тумбочки, стулья, цветы и даже зеркало. Именно в таких условиях содержатся те, кому до свободы остались считанные месяцы. За годы, проведённые за колючей проволокой, жизнь меняется, и человек оказывается один на один с новой реальностью, где зачастую ему нет места, говорит правозащитник Мария Канабих. Каждый второй осуждённый после выхода на свободу вновь попадает за решётку. Потому и нужен реабилитационный центр помочь выжить в новом мире. «Девочки заключённые, ну мужчины я редко как-то делюсь с ними, они как-то не всегда рассказывают, а вот женщины рассказывают, что вы знаете, когда мы возвращаемся из колонии, мы даже боимся ходить по тротуару, машин боимся, всё другое, другая мода, другая одежда, всё другое, понимаете». Сегодня в России работают 200 реабилитационных центров для бывших осуждённых. Но для нашей страны это капля в море. Центр адаптации при 15-й колонии появится меньше, чем через полгода. Деньги из президентского гранта уже выделены.